В школе села Айкино Усть-Вымского района стал остро кадровый вопрос. 10-11 классы остались без учителя химии. Преподаватель ушел на пенсию, найти замену так и не смогли. Здесь придумали лишь один вариант возить детей в соседний населенный пункт раз в две недели в Усть-Вым. И уже там получать знания по одному из самых сложных предметов школьной программы. Виктория Палкина побывала на месте. Предрейсовый осмотр водителя, проверка технического состояния школьного автобуса. Каждый выезд детской группы по маршруту Айкино-Усть-Вым согласовывают с сотрудниками ГИБДД. Дорога от Айкинской школы до Усть-Вымской это часть федеральной трассы. Расстояние 32 километра. Максимально разрешенная скорость школьного автобуса 60 километров в час. То есть в среднем на дорогу дети тратят около часа. За это время можно успеть повторить домашнее задание или вовсе списать его тем, кто его не сделал. Сами дети признаются, уже привыкли. Родители поначалу, конечно, переживали, но позже смирились с мыслью, что путь к знаниям у их детей получился действительно тернистым. Руководство Айкинской школы даже расписание пересмотрело, чтобы такой выездной день не сильно сказался на загруженности старшеклассников. С этой недели выезжаем, там просто поменяли уроки, передвинули на другие дни, они выезжают в 12-15, в световой день. И уже вот 10 класс сейчас проехался на пару уроков, вернулись как будто бы довольные. Со стороны родителей никаких претензий нет. Вчера снова проводились совещания, родители уже об этом проговорили, чтобы вот на следующий день уроков было меньше, чтобы дети были не столько загруженные в урочном отношении. Вообще это лето выдалось хлопотным для директора школы. Учитель химии ушел на пенсию, своих кадров не было. Нового специалиста искали всем миром. Директор школы управления по образованию администрации района прилагали все усилия для того, чтобы в Айкинской школе появился учитель химии. Это и была работа со студентами СГУ, это были и выезды для того, чтобы привлечь сюда кого-то из преподавателей, из молодых, из действующих. Но, к сожалению, все это не обвенчалось успехом. Работу проводил и цен занятости в республиканском масштабе. Поиски не останавливаются до сих пор. Учителя химии ждет весь райцентр Усть-Вымского района. Больше всего, конечно, педагоги переживают за выпускников этого года. Наверняка кто-то из них готовился сдавать ЕГЭ именно по химии. Виктория Палкин, Алексей Поршуков, телеканал Юрган, Усть-Вымский район.